В условиях современности, когда экономические санкции внушительно ударили по российскому бюджету, нужно искать пути решения. Россия не падает духом и активно поднимает собственное производство, а также ищет других поставщиков. В Ямалоненецком автономном округе следует той же концепции, правда, специфика территории отличается – крайний север, удалённая местность. Ямальцев интересует, как сложится ситуация с ценообразованием и обеспечением продуктами питания в условиях севера. 10 февраля в правительстве округа прошла видеоконференция, в которой приняли участие журналисты муниципалитетов региона и руководители профильных ведомств. Тема предсказуема – цены, динамика их роста и способы сдерживания повышения цен на основные продовольственные товары. Коллеги из Красноселькубского района первыми поинтересовались о сбытовой надбавке в 15%, которая стала действовать в округе с начала февраля этого года. Нет ли у правительства округа беспокоенности, что вот эта надбавка, которая установлена в 15%, не будет покрывать расходов предпринимателя и, как следствие, из торговли могут исчезнуть продукты первой необходимости. Не рассматривается ли какой-нибудь метод поддержки предпринимателей? Михаил Гилёв, директор департамента тарифной политики, отметил, что такая реакция на резкие скачки цен в муниципалитетах – жесткая мера правительства. Но именно эта мера должна не допустить несанкционированное повышение цен на продукты питания. Также Михаил Гилёв добавил, окружные власти готовы отрабатывать более гибкую систему с предпринимателями и муниципалитетами. Для того, чтобы учесть особенности каждого населенного пункта, мы сейчас собираем информацию ровно от муниципальных образований в разрезе точек, собственно говоря, реализации по каждому населенному пункту. Для того, чтобы применить более гибко эту систему. То есть сейчас можно сказать, что практически 15% – это своего рода запретительная функция для того, чтобы не допустить вакханалию с восстановлением цен на продукты питания. Вопросы касались не только ценообразования. Так, журналисты Губкинского интересовались, появится ли в округе больше социальных магазинов. Нельзя забывать и о поддержке местных производителей. Наш коллега Виктор Воронин, собственный корреспондент газеты «Время Ямала», задал вопрос о том, какие дотации выделяет округ местным производителям для сдерживания цен на их продукцию. Разъяснение дал Вячеслав Кучеренко, директор департамента АПК торговли и продовольствия. В качестве примера он привел продукцию ямальских оленей. Если цена реализации там 250 рублей магазина, то себестоимость для просчета где-то около 500 рублей, где-то около 500, где-то около 450 рублей. Около 150 рублей мы сегодня компенсируем. Я просто пример взял Ямальского района по ямальским оленям. 150 рублей мы сегодня компенсируем ямальским оленям для того, чтобы сдержать цену на продукцию из оленей. То же самое у нас сегодня по предприятиям, практически по всем биопромышленным комплексам. Такая государственная поддержка, она в нашем округе самая большая, если брать даже в Уральском федеральном округе. Кроме этого, Вячеслав Кучеренко отметил, что на Ямале ежегодно из окружного бюджета выделяется полтора миллиарда рублей субсидий для поддержки местных производителей мяса, рыбы, молока и хлеба.